Знания в игровой форме. Чтобы их получать, для школьников в последнее время стали использовать квесты. Это обучающие игры, наполненные приключениями и поиском предметов. В минувшую среду для учащихся пятых-восьмых классов в Щелковском городском парке провели экологический квест, который назывался «Будущее земли в наших руках». Подготовили эти увлекательные учебные занятия работники Центра творческого развития и гуманитарного образования «Романтик» и Центральной библиотеки. На протяжении года школьники выполняли задания, прописанные в экологическом проекте, объединившем юных защитников природы. Мне в очередной раз хочется вас поблагодарить, что вы молодцы, вы очень хорошо работаете в проекте. И я и ваши руководители получают огромное удовольствие от того, какие результаты, какие работы вы потом показываете. Участвуя в квесте, ребята в Щелковском городском парке выполняли игровые задания. Они находили подсказки, которые были спрятаны в траве или прикреплены к деревьям. Так, например, должны были прямо в онлайн-режиме в специальной программе через свои смартфоны указывать птиц, которые возвращаются после зимовки. А потом находить на детской площадке в парке засекреченный код к сейфу, где лежали инструкции по дальнейшему прохождению квеста. Надо было ввести номера птиц, которые зимуют и которые перелетные. А затем номера этих птиц служили кодом для открытия секретного ящика в этом домике, из которого мы получили карту с новым заданием. На берегу Клязьмы ребята вытаскивали из воды пластмассовые бутылки. Когда все задания были выполнены, школьники вернулись к исходному пункту маршрута в центральную библиотеку. Здесь с ними провели беседу, которая входила в программу экологического просвещения. О необходимости внедрения раздельного сбора мусора ребятам рассказали сотрудники регионального оператора по работе с твердыми бытовыми отходами компании «Хартия». Мы здесь показываем детям, какие можно принимать у себя дома решения, чтобы уменьшить экологический след нашей жизнедеятельности. Для этого, в принципе, мы здесь и присутствуем. И наш эколог-просветитель также детям наглядно будет показывать, рассказывать, как правильно пользоваться теми или иными товарами, услугами. И как правильно воспитывать в себе экологические привычки. Финальным заданием квеста был поиск в красной книге редких животных, названия которых были зашифрованы. Их разгадка позволяла ребятам найти послание о том, что они успешно справились с заданиями квеста и спасли землю от экологических проблем. Андрей Цихадович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok